Повестка не простая. О создании муниципального образования города Саратов в комфортных общественных пространствах в ситуации, сложившейся вокруг земельного участка, расположенного в адресе Саратово-Знамередных космонавтов, улице им. Беларьково, Московский, Олском районе. Данный земельный участок в 1998 году был по распоряжению администрации продан на аукционе, который проводился в Москве. В 1999 году в распоряжении мэра города Саратова был заключен договор о продаже на этот земельный участок. И, собственно, впоследствии земельный участок право было продано компанией Фемида, ООО юридической компании Фемида. До настоящего времени земельный участок не оформлен. Дам несколько расширенную справку, которую Антон Владимирович не дал. Редакция «Взгляд.Инфо», где я имею честь служить замглавного редактора, с 2006 года как раз ведет эту тему. Порядка 30 статей и сюжетов вышло за этот период. Именно благодаря общественности и журналистам на этом участке не было возможности у собственников возвести какие-то строения. Конкурс проводился в Москве. Участниками конкурса были Гульфина Санновинская и ее сын Эрик Меньшиков. То есть разыграли, купили они за 265 тысяч долларов на тот момент. Мы еще гордились этим аукционом, то, что мы первый земельный аукцион проводим во всей России, провели его почему-то в Москве. И потом за 215 тысяч долларов, за 5,8 миллионов рублей на тот момент, мэрия продала и землю под этим участком. Итого чуть меньше 500 тысяч долларов он достался собственникам. Через буквально короткий промежуток времени сразу же они выставляют его за 5 миллионов евро в продажу. В 2008 году участок при активном участии на тот момент Жандарова был продан как раз в ФИНИДе. Компания из Пензы был продан. На тот момент это было 140 миллионов рублей. С тех пор бизнесмены там пытались построить сначала 45-этажные здания, потом переходили в 37-е. И благодаря, опять же хочу сказать, журналистам общественности все сводилось к тому, что на этом мете строить нельзя. Даже сегодняшнее совещание наше называется «Комфортное общественное пространство». Каждый из нас, живущий в этом городе, бывает в центре и сейчас видит, что там такое скопление народа, плюс пешеходная зона, развитие набережной, приток людей. И, безусловно, там вот вся сама сейчас набережная заставлена автотранспортом. И ГИБДД даже не справляется с тем, чтобы, по крайней мере, его оттуда убрать. На мой взгляд, комфортная среда это тогда, в этом месте может быть, когда там будет разбит сквер. Но внизу хотелось, конечно, видеть подземную парковку несколько уровней. Геология там позволяет, делалось изыскание. Сейчас с энгельским предпринимателем есть желание, там уже готов памятник Петру Первому, на всякий случай, если его там назвать Петропавловым. Но в то же время, как в этой ситуации, и вы правы, и вы не виноваты. Предприниматели потратили деньги, деньги немалые. И поэтому просто так вот обходиться с предпринимателями каким-то образом некорректно, и там изымать, делать попытки отнимать, тоже считаю некорректным. Но в то же время и сами предприниматели очень тяжелые в переговорах, потому что переговоры ведутся с 2011 года или с 2012 года. Предлагается, предлагается. Вы все пробуете, и очень тяжелые в переговорах. Это факт. На мой взгляд, по моей информации, городская администрация предложила вам некие участки, находящиеся в районе поселка Юбилейного, где компания Алексея Алексеевича Березовского возводила жилой массив. Но там, я так понимаю, стоит проблема с повышением этажности. То есть, если не повысить им этажность, то они не проходят по ценовой, и не возмещают не только 180, но даже те 140, которые потратили 12 лет назад. Бизнес всегда относился и относится, ну я считаю, он должен быть социально ориентированным. То есть, по-любому, он находится в обществе, находится в органе. И я считаю, что здесь-то важно, чтобы Фемида, юридическая компания, чтобы она смогла договориться и, по крайней мере, пошла навстречу жителям города. Для меня это место, оно вообще знаковое. Я от 58-го года живу в двух шагах в шестом доме на набережной. Поэтому в то время, когда это была еще улица Миллионная, и когда стояли маленькие домики, я пацаном бегал там по этим дворам. А то, что исторически для нас это важно, конечно, ущербно то, что снесли это здание, но все это беда. Но это лицо города. И все то, что делал взгляд, все, что делает журналист, вообще это достойно глубокого уважения. Потому что я всегда переживал, причем я переживал даже тогда, когда строили гостиницу в Словакии. Но потом я понял, что в Словакии это хорошо, потому что когда приезжают мои гости, и они размещаются и смотрят на красоту нашего города с высоты этой, ну, мне приятно погордиться за свой родной город. Но она уже стоит, и сегодня она не портит внешнего вида. А вот эта площадка. Но здесь надо просто думать, что делать. Сквер. Там сквер. Да, сквер. Там нет. Совершенно верно. Ситуация понятна. Если вы сейчас все вместе, собравшись, сможете помочь городу эту ситуацию расшить, цены вам не будет, честно скажу. Почему? Потому что... Что там будет дальше? Давайте, жители, прямичем, проговорим, может быть, сообщественное слушание, может быть, еще каким-то образом этому опросу, но то, что это какое-то плоскостное должно быть, музей, куда открыть, гамнеевым, сквер, парк, не знаю, сад имени Петра Первого. Ну, это понятно, да? Но то, что эта зона должна быть благоустроена, и на сегодняшний момент, как говорят правильно, ключи города находятся в таком состоянии, не сказать, что он плохой, да? Но когда там трусами белорусскими торгуют, ну, а что касается застройщиков, я думаю, компромисс надо искать. Вот, Антон Владимирович, правду-то надо говорить. Вот вы так аккуратно, все витиевато, говорите, в 98-м году мэром продано. А кто мэром-то был? Вы называйте фамилии. Называйте, чтобы знали этих лиц, герой, а то так аккуратно город сказал мэром. А кто знает мэром, кто не знает. Например, бы вот предложил, самое то, что мы можем, если вдруг эти инвесторы еще нам подарят этот сквер, как один вариант, то чем непрочетный гражданин области. Вот, второе. Ну, вдруг, вдруг инвестор захочет не просто выйти на деньги, а на проект, на какой-то, условный, я вот как гипотетически, сделать многоуровневую подземную парковку со всем водоотведениями, все сделать по уму, с инженерной точки зрения великолепно. Сделать многоуровневую парковку, срок ее рентабельности, рентабельность у нее, конечно, отвратительность. Ничего она не заскаливает, отбиваться будет очень долго. Но тогда здесь должен помогать муниципалитет. Не как обычно, ставить барьеры, а если вдруг вот будет консенсус, и муниципалитет скажет, мы за вас разработаем всю документацию, сделаем, это будет вклад. Это будет вклад и в благоустройство, и создание комфортной среды для города, с самой властью, и в то же время, если вы, например, найдете какие-то еще финансовые средства для того, чтобы вложить и организовать там парковочное пространство, а наверху, конечно же, сквер опять разобьется, ну, будет разбит за счет средств муниципалитета, я так думаю. Это тоже предложение. И на мой взгляд, помимо вот этого предложения, надо их сделать несколько, и их, по крайней мере, обсуждать. Для справки, первые 45 лет жизни я провел в Саратове, я считаю себя саратовцем, моя семья живет в Саратове, в Пензе мы работаем, тоже самый бенефициар, то есть мы все саратовцы, для справки, то есть нас не нужно агитировать за наш родной город, мы прекрасно понимаем, что это врата города, и хотим заявить, что мы готовы сделать хорошее для города, мы понимаем, что мы ответственны за это. Но всю тему данного совещания я услышал, что в одном слове отдайте. Мы бизнесмены, вы представители народа, представители власти. Мы думаем, считаем, что у нас должен быть баланс. Баланс власти и бизнеса. На данном совещании, мы пока его не услышали, мы готовы поменять, мы готовы продать, мы готовы обсудить цену. Предложите, предложите что-то ликвидное, чтобы мы хотя бы вернули свои деньги. Мы построим там, мы реализуем, а мы, получается, хорошо еще был тот же вопрос, мы платим еще налоги, около миллиона за землю, в бюджет Саратов. Национальный район, который мы предлагал, там сформировал земельный участок, однако, компания «Семидор» посчитала, что он не подробно, что это расходов, необходимы там дополнительные земельные участки, земельные участки дополнительные, которые там хотели присоединить, они все еще селяются в рамках программы переселения, земельные участки, которые на Усть-Курдюмом, они муниципальные, свободные, муниципалитеты себе вернули, они могут поменять их на земельный участок в любой момент, однако в ответе последнего, 15 августа, в августе администрации, могу процитировать, можно сказать, на память, в нем за помощью директора написано, что необходимы условия для ООН намерно на эти земельные участки, что на них возможно строительство объектов не менее 25 этажей. По проекту планировки Усть-Курдюмского шоссе, который предполагает порядка 80 тысяч квадратных метров на комфортных, на всех участках, как при строительстве комфортного средообитания, с площадками, как мы строим в Пензе. Получается 65 тысяч, но это с учетом, если там 17-этажные дома, как было изначально. Теперь смотрите, вот мы сейчас, чтобы не откладывать в полный ящик, вам какое нужное время для того, чтобы расписать, еще раз, один раз встретиться, потому что не имеет смысла встречаться каждые две недели. Встретиться, вы говорите, у вас есть оферта, вы говорите, мы помогаем вам вернуть в расчетное положение, как это было, депутаты областной думы, и какое время вы берете для того, чтобы все исключить договором. И мы завершаем. Расчеты содержащиеся проект манируют в 17-й этажный вариант. Все направили в адрес с ним. Вы готовы? Мы готовы. Да они уже давно, то есть две недели платят. Вот эти по существу человеку одному сказали. Они надо две недели, но требование именно в договоре написать применение, что там можно построить 20, ну, нужно построить 25 этажей, я могу произносить письмо за пользу Фемидоса, где это написано. Валерий Владимирович, скажите, какой это сейчас? Город, не Морс. Скажите. Согласно проекту планировки. Мы им писали письмо, может, невнимательно кто-то прочитал, согласно проекту планировки. Там есть, по-моему, одна свечка 25, одна свечка на первой линии 25, круглая, одна подъездная. Мы не просим увеличения выше проектной планировки. Отступление даже не просим от проекта. Разрешите нам строить согласно проекту планировки. Хочу закрепить ответственным Антону Владимировичу за реализацию этого проекта. Антон Владимирович. Ты чего это уже не изменит? Да, наше свечание. Спасибо вам большое. Спасибо. Я уже и так не сделал. Спасибо. 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 Спасибо.